Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый за создание руководства финансовой пирамиды. В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангестаусской области финансовую пирамиду плюс капитал. Мошенники незаконно присвоили деньги, движимое и недвижимое имущество у 600 вкладчиков на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Руководитель группировки скрылся в Грузии, но его поиски продолжались. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминированного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком под 7 до 12 лет с конфискацией имущества, либо пожизненным лишением права занимать определенные должности. Антикор завершил расследование в отношении председателя комитета рыбного хозяйства Минсельхоза и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства. Их подозревают в получении взяток на системной основе. Представители малого и среднего бизнеса с 2021 года вынуждены были отдавать им крупные суммы денег за общее покровительство. Следственным судом в отношении подозреваемых чиновников санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета. Уголовное дело направлено в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны. В Министерстве водных ресурсов и ирригации заявили, что вода из России продолжает пребывать и активно заполняет приграничные водохранилища. Уровень воды в реке Жаид продолжает расти. В Атарау он составляет 557 сантиметров, а в селе Мохамбет Атараусской области уже 995. Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. В Акмолинской, Североказахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях заполнение водных объектов составляет 100%. В Восточно-Казахстанской области и области Абай гидроэнергетики продолжают периодически сбрасывать излишки воды в Артыш. На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами КАЗ-водхоза. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, в Казахстане должны появиться и новые водохозяйственные объекты. В стране построят еще шесть новых водохранилищ. В итоге их будет 76. Планируется значительно расширить список плотин и гидроузлов. Крайняя безответственность. Именно так охарактеризовал ремонт дорог в стране сенатор Амангильды Толомисов. По его словам, безответственно к работе относятся не только подрядчики, но и нацкомпания Казавтожол. В итоге все это влияет на качество дорожного полотна. В своем запросе депутат призвал госорганы дать соответствующую оценку не только работе проектирующей организации, но и тому, насколько эффективно тратит компания бюджетные деньги. Продолжение следует... Между тем, все больше экспертов считают, что всему вина не совершенство законов. Сегодня получить тендер на ремонт дорог проще простого, говорят общественники. Этим пользуются недобросовестные дорожные компании, причем зачастую мелкие, которые и демпингуют рынки, таким образом отсеивая конкурентов. А те бизнесмены, кто работают честно, в итоге остаются не у дел. Сегодня забрать тендер на ремонт дороги очень легко. Достаточно взять машину в аренду, показать, что у тебя есть техника, что ты готов вести ремонтные работы, назвать как-то профильно, там, как строить дорпремтех, да, к примеру, и получить тендер, назначив сумму как минимум 50%. То есть никто здравомыслящий человек, здравомыслящий бизнесмен, зная цену 100% дороги, ремонта дорог, да, там, на 10% можно снизить, он не будет конкурировать с теми, кто подает вот эти ИПшники, однодневные конторы, как я их называю, они с ними не будут конкурировать, потому что они знают цену асфальту. Продолжение следует... Реформа с оси вместо КСК была ошибочной. Такую критику высказывают не только казахстанцы, но и сам президент. Как говорил Токаев, реформа не доведена до конца, управление жилым фондом все еще остается неэффективным. Вот и сейчас Минстрой добавил новые поправки, которые обязывают председателей оси обеспечивать безопасные условия проживания. И этот пункт эксперты подвергли критике. Во-первых, теперь во главе дома обязательно должен стоять квалифицированный персонал. Более того, обязанность по безопасности возлагается только на председателя, не учитывая обязанность самих жителей кондоминиума. Во-вторых, председатель оси избирается на год, после чего должны провести повторные выборы. Однако этого срока мало, чтобы наладить эффективную работу и разобраться во всех тонкостях управления домом. Насколько сыра система оси и как убедить людей в принятии реформы? Дмитрий Мачили разберет тему подробнее в эфире программы «Дневной формат» в 14.00. В Петропавловске и ряде районов Северного Казахстана снижены цены на электроэнергию для бизнеса. Стоимость киловатт-часа упала на 7,1% и понизилась с 27,87 тенге до 25,88 тенге. Приятная неожиданность для бизнеса произошла сразу после того, как была приостановлена деятельность посредников при транспортировке и продаже электроэнергии. Как правило, у таких организаций не было разрешительных лицензий на деятельность. Зато сейчас многие потребители вернулись к основному поставщику. За счет большого притока желающих все в КАСЭНЕРГОСБЫТИ и решили снизить тарифы на электроэнергию. Основанием для отказа в гражданстве Казахстана станет незнание госязыка на элементарном уровне и истории страны. Касым Жомар Токаев подписал закон о поправках в некоторые законодательные акты. В них прописаны и другие требования. По новым правилам гражданство не смогут получить также насильники над несовершеннолетними, лица, уличенные в террористической деятельности, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также люди, не знающие госязык на элементарном уровне. Для лиц, переселяющихся в регионы, предусмотрено предоставление земельных участков для крестьянского хозяйства. Поправки предусматривают выделение материальной помощи переселенцам и членам их семей в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности. Будут введены многократные визы и визы для обладателей востребованных профессий. Эти документы позволят получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Конституционный суд признал законность нормы о неприменении условно-досрочного освобождения за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Жалобу против этой нормы подал осужденный за половое преступление против ребенка. Мужчина посчитал, что его конституционное право нарушено, так как другие осужденные по этой статье имеют право на УДО. Петицию он отправил в Конституционный суд. После детального рассмотрения выяснилось, что поправка действительно была внесена в статью 72. Указанная категория осужденных сохранила право на условно-досрочное освобождение на основании Конституционного правила обратной силы закона. А вот сам заявитель был осужден в октябре 2016 года, когда ограничение на УДО уже было введено. Поэтому суд никакой дискриминации его в отношении не усмотрел. В Казахстане запрет на условно-досрочное освобождение для насильников над детьми по-прежнему останется в силе. Лидеры стран Центральной Азии встретятся в Астане 9 августа. Об этом на встрече с секретарями совбезов стран региона в Астане заявил Касым Жомар Токаев. Ожидается, что в ходе саммита стороны примут уже разработанную стратегию развития кооперации Центральная Азия-2040. «Уверен, что принятие этого документа будет иметь концептуальное значение для региона», сказал Токаев. Также главы стран завершат подписание договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Несмотря на эмбарго в отношении России, российская нефть по-прежнему поступает в Евросоюз, но под турецкой маркировкой. Об этом пишет американское издание «Политико» со ссылкой на свои данные. Используя лазейки, Москва за год после введения запрета получила до 3 миллиардов евро за экспорт нефти в ЕС через три турецких порта «Джейхан», «Мармара Эргелеси» и «Мерсин». Эта схема возможна благодаря тому, что Брюссель по-прежнему разрешает импорт смешанного топлива, если оно помечено как нероссийское, указывает издание. По данным «Политико», Турция увеличила закупки топлива в России на 105%. Палата представителей США одобрила законопроект, отменяющий решение Джо Байдена о приостановке поставок некоторых видов оружия Израилю. Документ не позволит президенту приостанавливать или отменять поставки из США в Израиль, которые были одобрены Конгрессом. Все вооружение должно быть доставлено в Израиль в течение 15 дней с момента вступления законопроекта в силу. Ожидается, что законопроект не получит одобрения в Сенате. Его контролируют демократы, выступающие против него. Белый дом также заявил, что Байден наложит вето на законопроект, если Конгресс его не примет.